Догонку к предыдущему видео, тем более сегодня в сети, все обсуждают брошенный вызов теперь уже со стороны Мальцева, Золотову. То есть театр продолжается. Как лучше всего ответить Алексею Навальному, ну если бы, скажем так, я был бы на месте Алексея Навального. Конечно же, нужно ответить отказом. Как раз-таки Золотов человек без совести и уж 100% без чести, офицерской чести он эту честь марает. Я считаю, что настоящих офицеров сейчас чешутся руки пристрелить бы эту тварь. И тем более ставить себя с ним на один уровень, то есть принять этот вызов, я считаю, что это категорически нельзя делать. Нужно господину Золотову объяснить, что человек без чести не имеет право призывать к дуэли, так как дуэль это поединок благородных людей. И поэтому Алексей Навальный может спокойно ответить, извините, мы с вами на одном уровне близко не стоим. Если бороться, то только, конечно, не на ринге, а в суде и документами, бумагами, конкретными доказательствами. Алексей Навальный показывает то, что он имеет, а Виктор Золотов доказывает, что он не вор и преступник. Вот этот поединок должна наблюдать вся страна, и этот поединок, неважно, с офицерами ли, с простыми гражданами, с президентами и с любыми родом мошенниками, необходимо практиковать. Вот тогда будет другая страна. Поэтому Алексею Навальному нужно так и ответить. В суде с документами, пожалуйста, если будет независимый судья, отличный поединок, я вам гарантирую. Теперь, что касается Мальцева. Ну, здесь просто налицо психическое расстройство. Вячеслав Мальцев человек, который сам себя постоянно заводит. Он такой истероидный тип. И периодически в своих роликах, если вы начнете смотреть, как он вначале спокойно, с таким затуманенным видом, начинает монотонно, то к концу ролика вы вполне можете увидеть, что он орет, брызгает слюной и бросается на микрофон. То есть у человека явно с психикой не все в порядке. И Вячеслав Мальцев в моем представлении тут такой же типичный гоплик. Поэтому он отозвался, понимаете. Слышь, ты, козел, ты вор и врун. Понимаешь? Вор и врун. Ты никакой ни хера не офицер. Теперь слушай меня внимательно. Ты хочешь дуэли? Ты мне с девятого управления офицер, стреляющий там с двух рук. Я вызываю тебя, сука, на дуэль. На твоем табельном пистолете, макарова, падла. Я тебе гарантирую, что как только ты согласишься, ну я знаю, что ты, сука, засышь. Но как только ты согласишься, я тебе все это устрою и организую. Сто процентов. Мы попросим и есть у кого попросить. И нас спокойненько сведут к гарантии безопасности для каждого из нас. Но не от каждого из нас. Я тебя застрелю, сука. Понял? Выйди со мной на пистолетах. Не засы. Покажи, какой ты мужчина. Мужчина, блядь. Секунду. Миру, что это не так. Выйди со мной один на один. Ты же умеешь стрелять, а в девятом управлении учили. Выйди. Манера разговора золота, вот эта ответка, там по заднице, я об тебя вытиру ноги. Это те слова, которые в душе у Вячеслава Мальцева очень даже откликаются. Потому что Вячеслав Мальцев это человек из той же самой среды. Я делал отдельно о нем ролик о его восхождении. Как он перепробовал все партии, откуда вообще он появился. Это бывший мент. И поэтому для Вячеслава Мальцева это его тусовочка, понимаете. Это его пацанчик из его же обоймы. Бросая вот этот вызов, заводя сам себя, он даже не понимает, о чем он говорит. Там стреляться на пистолет, это ему устроят. У него всегда какие-то великие связи, которые он где-то имеет, при этом сидя на политическом убежище в Абранции. Я бы сказал, сиди спокойно, Славик, там жуй круассаны. Ну и совершенно дико смотрится вот это продолжение вот этого спектакля в том же духе, что и золото. В данном случае лично для меня Вячеслав Мальцев не слишком-то отличается от Виктора Золотова. Другого от Вячеслава Мальцева ожидать не стоит. Действительно, в момент его задержания он показал себя таким слабым человеком. Вел он себя очень недостойно. Часто люди, не слишком много говорящие, не слишком много артистирующие на большую публику, ведут себя как раз-таки более достойно и сдержанно вот в такие тяжелые моменты. А Вячеслав Мальцев это клоун. Я уже об этом говорил. Это человек, работающий исключительно на камеру. Все его говорили мне верить не стоит. Тем более он прекрасно понимает, что никто на его вызов не ответит. Именно поэтому он предлагает такие варианты, как там «давай постреляемся на пистолетах». Ну чушь, самая настоящая чушь. И, как говорится, если эти два пацана где-то там схлестнутся, ну и слава богу, пусть пацаны встречаются, стреляются, двумя дураками станет меньше. Я твое оскорбление воспринял как вызов. И вызываю тебя. Так что хочешь по-мужски давай, нет вопросов. Я знаю, что засышки. Нет.